Полковник с запасами обороны Орусбай Колубаев, отмеченный в свое время высокими государственными и боевыми наградами, получает пенсию в размере 18 тысяч сомов. Служил в Афганистане, на Горном Карабахе. В 1997 году был заместителем командира отдельного стрелкового батальона на таджикско-афганской границе. А в 1999 участвовал в боткенских событиях, освобождал от боевиков несколько населенных пунктов страны. После 35 лет службы на защите государства с 2017 года вышел на пенсию. У нас в Министерстве обороны, не только у нас, в силовых структурах предусмотрено, если человек, офицер, уходит на пенсию, он проходит военно-врачебную комиссию. Если врачи нашли, скажем, здоровье этого человека, какие-то аномалии в период прохождения службы, ему полагается компенсация. Например, мне была положена компенсация, но мне не выплатили, потому что наши врачи побоялись тех же прокуроров. А здесь прокурор Чаткальевского района просто ехал в машине, машина перевернулась, ему даже хотят выплатить 21 миллион. Как это понимать? Тем ребятам, которые погибли в 21-22 годах, когда Таджикстан напал на нас, почему этим ребятам не выплатили? Почему эти же прокуроры вот такой вопрос не подняли? Как стало известно сегодня, президент Страды Садыр Джапаров поручил соответствующим службам изучить вопрос компенсационных выплат, которые по закону должны быть выплачены сотрудникам правоохранительных органов в случае их гибели при исполнении своих служебных обязанностей. По его словам, при рассмотрении вопроса должны быть тщательно изучены все имеющиеся обстоятельства, травмы, причиненные во время службы и повлекшие за собой вред здоровью, после чего должны найти свое отражение в законодательстве. Справиться с гражданской войной в соседнем Таджикистане помогали объединенные миротворческие силы, удерживавшие тогда хрупкий мир не только внутри страны, но и в регионе в целом. С 1992 по 1999 годы в этом принимали участие тысячи военнослужащих кыргызстанцев. Один из них – замир Раимов. По его словам, только в этом году ему был присвоен статус ветерана боевых действий на таджикско-афганской границе в составе миротворца в Кыргызской республике. Всего на настоящий момент их насчитывается более тысячи человек. 18-летние парни на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря в Таджикистане охраняли границу. Никаких условий не было в блиндажах. Этим ребятам, если сейчас оказать поддержку, было бы очень хорошо, не только для них, в целом для будущих поколений. Даже при том, что служба сократилась до одного года, стараемся объяснить им своими силами, насколько это важно. Поддержка государства была бы совсем не лишней. По поручению главы государства будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в существующее законодательство, чтобы сумма компенсации была, с одной стороны, подъемной для бюджета страны, но в то же время достаточной для поддержки семьи правоохранителей. Булат Исаев, Асентура Абыкеев, Азамат Кудротоктоев, Ауто 24.